привет друзья, только что вышел От доктора в очередной раз лечил свой сустав. На самом деле это очень болевые процедуры, реально болющие, прям орать иногда хочется. И иногда кричишь. Но это нужно делать. Особенно, друзья, нужны упражнения, которые я когда выложу на YouTube ролик, вы увидите. Покажу вам и буду в зале их делать, показывать. Я, в принципе, и раньше показывал. Вариаций очень много на укрепление ротаторной манжеты плеча. Но они по-разному воздействуют. И лучше их все-таки делать с резиной. Не зря всегда в реабилитации используются именно резиновые резинки, резиновые приспособления, а не тренажеры. Поэтому ротаторная манжета плеча и всегда говорится, когда люди рассказывают о том, что необходимо ее укрепление, с небольшими весами. Веса не важны, а еще лучше работать с резинкой. Обязательно нужно укреплять эту ротаторную манжету. Для того, чтобы когда у нас повышается силовая выносливость, силовая работа, вообще просто растет сила в упражнениях, в жимах для грудных мышц, для дельт, а там это все участвует. И если у нас слабая ротаторная манжета, это обязательно вызовет проблемы в плечевом суставе. Или еще где-то. И даже если у вас нет проблем с плечом, и вы хотите, чтобы их не было, укрепляйте ротаторную манжету в плечах. Находите любые упражнения. Не гонитесь за весами, вообще наоборот. Старайтесь, чтобы веса были легкие. Чтобы вам было чуть-чуть тяжелее, чем легко. Но, по крайней мере, на первых порах, первые полгодика тренируйте ротаторную манжетку один-два раза в неделю. Это, во-первых, застрахует всех вас, нас от травм. Но и что самое главное, это будет помогать и в том же жиме лежа. Вы сможете работать с более серьезными весами. У вас повысится сила в жиме лежа. Потому что это укрепление ротаторной манжеты плеча укрепит не только сам плечевой сустав. Это укрепит и лопатку. И когда вы будете жать лежа, вы знаете, что это мощный жим лежа. Это хорошая база всего-всего. Начиная от положения ног, ступней на полу, крепкие, мощные ягодицы, хорошо проработанные, широчайшие, сведенные вместе лопатки. Все это очень и очень важно. И поэтому никогда не подходите расслабленно к вашим тренировкам. Если вы тренируетесь на результат, если вы хотите получать какие-то действительно серьезные результаты и ставите перед собой серьезные цели. Подходите к тренингу серьезно. Ни в коем случае не болтайте, не развлекайтесь. Относитесь к тренингу, как если бы вы были верующим и посещали храм. Только тогда можно действительно ментально концентрироваться на работе. Вы должны быть, как в свое время Дориан Яц, таким биороботом, настроенным на работу. И запоминайте, что не время, проведенное в тренажерном зале определяет ваш результат и отдачу от тренинга. Нет. Ведь большинство людей может проработать, прокачаться, потренироваться двумя-тремя упражнениями всего за тренировку. Но получат больше результата, чем если мы с вами будем приходить в тренажерный зал, бегать от тренажера к тренажеру, прокачивать там по 4 упражнения на каждую мышечную группу, как это делает большинство заблуждающихся. Да еще и в 5 подходах на каждое упражнение. Это, друзья, на самом деле не есть хорошо. И в принципе, как физкультура, если просто подойдет. Но подходит это, я уже не раз говорил, такой стиль тренинга только химикам. Потому что, поверьте, я вижу, как тренируется основная масса здесь даже проатлетов. Они работают с весами в 2 раза меньше, чем я. Но делают много повторений, делают много подходов. Просто закачивают кровь в мышцу. А для чего? А для того, чтобы те гормоны, которые у них плавают в крови, когда они колят стероиды, когда они употребляют стероиды в виде таблеток, попадали в мышцу. Потому что вы знаете, что кровь идет к работающей мышце, а гормоны идут в мышцу только через кровь. Но, друзья, если вы тренируетесь натурально, у вас совершенно другой должен быть стиль тренинга. Вы должны выбрать себе парочку упражнений и целиком и полностью сосредоточиться на этих упражнениях. Повышать в них силу и на 2-5 повторения. И, соответственно, вы будете становиться сильнее, когда будете работать в этих же упражнениях на 8-12 повторений. Которые непосредственно являются уже массонаборными. Но натуральный атлет без построения силовой базы, причем постоянной работы над этим, никогда не добьется серьезных результатов. В плане силы и в плане роста мышечной массы. Но если вы будете сосредоточены даже всего, я это уже не раз повторял, описываю это в своих книгах. Если вы будете работать всего в двух упражнениях, и ваши тренировки будут делиться по сприту всего на 2 тренировки. Это приседания и отжимания от брусьев в один день. А в другой день вы будете делать становую тягу и подтягивания. Если вы целиком и полностью сосредоточитесь на двух этих движениях за тренировку, будете стараться становиться сильнее в каждом из этих движений. Вы сами просто не заметите, как будете становиться и сильнее, и больше, и мощнее, и чувствовать себя будете лучше, чем все те дрочеры, которые тренируются вот по этим псевдопрограммам. И никогда, тренируясь по таким псевдопрограммам, вы не наберете массы, не станете больше и сильнее. Я буду продолжать делать ролики для вас, друзья. И обязательно пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Если нравится, ставьте лайк, если не нравится, ставьте дизлайк. Обязательно делитесь моими видеороликами и статьями в своих соцсетях. Если вы считаете, что я делаю действительно полезную, хорошую работу, лучшая благодарность для меня от вас это репост. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок